Комментарии на толкование Феофилакта Игнатий Лапкин, часть 4. Толкование на Матфея 10.34.36. Меч означает слово веры, которое отсекает нас от образа жизни домашних и сродников наших, когда они препятствуют нам в деле богопочитания. Толкование на Матфея 11.4.6. Под благовествующими нищими, разумея или проповедовавших тогда Евангелие, то есть апостолов, которые как рыбаки действительно были нищие и презираемы за свою простоту, или тех нищих, которые слушали Евангелие, желая получить сведения о вечных благах и, будучи нищие добрыми делами, обогащались верою и благодатью евангельского благовестия. Комментарий Игнатия Лапкина. Любовь включает в себя две основные заповеди. Это две скрижали, два крыла к небу. Если человек сам познал истину, путь спасения, как он может удержать в себе эту радость? То, что сегодня пастыри к этому не призывают, и паства об этом не тоскует и не имеет в этом нужды, чтобы трудиться на поприще евангельского благовестия, говорит о невозрожденности пастырей и пасомых, о их теплохладности, о пребывании в смерти. Деяние 1.8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Евангелие Атеана 16.13 Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Там, где Дух Господень, там свобода во Христе, проповедь любви и о любимом. Он является темой всех разговоров. Нужно всегда помнить, что этот мир наполнен темными духовными силами, поставившими пред собой задачу во всем противиться повелениям Божьим и ставить преграды к притворению в жизнь заветов Христа. И особенно змей заботится о том, чтобы не рождались души, чтобы им никто не исповедал Иисуса Победителя. И это учение о молчании, о неисповедании Иисуса, о неблаговестии есть от дьявола, от красного дракона. Откровение 12.4 Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Римлянам 8.9 Дух Христов всегда побуждал пророков и апостолов на свидетельство о Слове Божьем. Дух Христов в человеке или иной дух, темный, злой, адский, это можно узнать по отношению человека к проповеди, к исповеданию Иисуса. 1 Иоанна 4.2 Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. 1 Иоанна 4.3 А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Толкование на Матфея 11.28.30 Всех сих Христос призывает к успокоению, ибо что за труд уверовать, исповедать и креститься? Комментарий Игнатия Лапкина. Иго Христа – это иго любви. Возрожденная от Духа Божия, искупленная Иисусом душа, подобно Марии Магдалине, подобно невесте в песне-песней, успокоение даже среди огненных испытаний, она находит в себе только свидетельствуя о женихе своем. Исповедать Иисуса в этом мире – это радостный, животворящий труд, свободный во Христе, облагороженной, деятельной, обновленной души. Это иго они с радостью несут на свободе и в узах, и этим они вдохновляются и переходят от силы в силу. Псалом 91.15 Они и в старости плодовитые, сочны и свежи. Псалом 103.33 Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Толкование на Матфея 12.2.5 Часто напоминает им, не читали ли, обличая таким образом тот суетный труд их, что они читают, не разумея читаемого. Комментарий Игнатия Лапкина Горе человеку ненаученному, он как слепой без поводыря. Выводя апостола Петра на вселенскую проповедь, Господь поручает ему агнцев и овец, новоначальных и уже укрепленных. Читать Писание и не понимать его, это даже для благородного человека томительно, не спасительно и может стать смертельным, как для евнуха, не встреться он с диаконом Филиппом. В Церкви Христовой Бог поставил апостолов, пророков и учителей. Если апостолы прошли в первом веке, пророки встречаются пугающе редко и очень часто оказываются лжепророками, то учителя с первого и до последнего дня Церкви Христовой будут востребованы в самом большом количестве на каждом шагу. Это те самые делатели, о которых заповедано молиться. Святые отцы Вселенской Церкви истолковали Священное Писание все, и нам его нужно как драгоценное наследие знать и исполнять. Наиболее современное толкование Евангелия, дошедшее до нас, приближенное к нашим дням, написанное на родном русском языке, это толкование вышинского епископа Феофана. Грубовато крестьянское, без всякой изысканности и утонченности, оно каждым словом врезается в память. Благословенные персты, писавшие из толкования Священного Писания. Знание Писания и истинное разумение Его, то есть толкование, помогает сохраниться от ереси, бороться с ними и пленять еретиков в послушании Христовой Церкви. Лживые истолкователи Израиля так исказили истинный смысл Писания, что в сознании народа образ обещанного Богом Мессии был совсем не похож на того, кто родился от Девы Марии. Иван Галитана 1.11 «Пришел к своим, и свои его не приняли». Тысячи ересей, не похожих друг на друга, имеют обоснование своим заблуждением на страницах Библии тогда, когда нет истинного разумения, истинного толкования. Толкование на Матфея 12.7.8 Обличает их и укоряет в невежестве за неразумение Писаний пророческих. Между тем, как учители поучают народ и стараются принести многим пользу, некоторые, подобно фарисеям, завидуют и досадуют. Комментарий Игнатия Лапкина Иоанн Златоус говорит, что дом, в котором есть Библия, делается недоступным для дьявола. Имея в виду то, что живущие в доме живут согласно написанного в Библии. 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Дать правильное толкование Священного Писания может только Дух Святой, как автор Библии. И только Дух Святой может раскрыть разум для принятия истинного смысла Писания. Лука 24.45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Могли ли иудеи, учаясь закону Божию, с самого юного возраста познать во Христе обещанного Моисеем Пророка? Ефрем Сирин, говоря об Антихристе, говорит, что живущие свято узнают его. Тем более живущие свято потянутся к Господу, как сродственные ему. Что мы и видим на апостолах. Они многократно слышали толкование о пришествии Ильи, недоумевали наслышанные слова Христа. Но Господь говорил всего лишь несколько слов разъяснения, и все их прежнее научение от фарисеев исчезало навсегда. Такая ситуация сложилась сегодня в Православной Церкви относительно крещения и многого другого. Согласно канонам в Церкви, самой Библии, творении святых отцов, житии святых, крещения, есть полное погружение, сокрытие в воде, как в могиле. Есть священники, которые поверили в эту истину, но большинство из них продолжает повторять, что и мочение мокрой ладонью головы тоже считается закрещением. И что таких некрещеных нужно считать крещеными? Это не повреждение ума, а иной дух, противный духу Православной Церкви, противный духу Вселенских Соборов, противный очевидной истине. Толкование на Матфея 12, 43-45 А ты разумей еще вот что. Посредством крещения нечистый дух изгоняется и бродит по обезводным местам и душам некрещенным, но в них не находит покоя. Комментарий Игнатия Лапкина В крещении, принятом по вере, человек получает прощение грехов. Деяние 22, 16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Он облекается во Христа, получает белоснежную одежду, брачную. Галатам 3, 27 Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Но речь идет не о механическом крещении, хотя бы и с троекратным погружением, но принятым глубоко сознательно, с искренним раскаянием в прежней греховной жизни. Деяние 2, 38 Когда разум, совесть очищены Словом Божиим через принятие Его и исполнение. Иоанна 15, 3 Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. Сегодня в подавляющем большинстве православных храмов, старого или нового обряда в России или за границей, К окрещению подходят не как к завершающему моменту в обращении из язычников в христианина, но подходят как язычники к своему шаману. Что-то невнятное будет прочитано, какие-то непонятные действия, движения батюшки, одетого в особую одежду. Без веры этот ритуал для человека ничем в его сознании не отличается, как таинство для дикого тунгуса. К крещению подходят как к языческому оберегу от несчастного случая, от порчи. Правильное понимание крещения – это мысль Духа Святого, отображенная в Библии. В крещении человек омывается, освящается от грехов именем Иисуса Христа и Святой Троицы. 1 Коринфянам 6.11 И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Только при истинном крещении человек получает очищение от нечистой силы при полном отречении от нее и хранением себя в заповедях Божьих. В противном случае, если человек приходит к окрещению совершенно неподготовленным и не думает менять свою жизнь, начав жить по Слову Божию, тогда в нем не происходит никакого изменения и никакого очищения от злого духа. В житие Святого Макария Александрийского, память 19 января, написано, что во время богослужения, во время самой Божественной Литургии, в храме присутствуют демоны, и сам сатана, и даже становится на место настоятеля. И страшно сказать, когда все видят, как священник подает причастие причастникам, в действительности же оказывается, что злые духи эфиопы вкладывают в уста этого причастника адский уголь. 1 Коринфянам 11.27.30 Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Если такое совершается в таком страшном таинстве, значит это может совершаться и в любом другом, когда люди не судят сами себя и недостойно подходят к таинству. Согласно этого видения и того, что открыто было Симеону Юродивому, Макарию Египетскому и Антонию Великому, подобное может состояться с любым, кто недостойно приступает к таинствам, причащению, крещению и другим. Всюду, где встречается упоминание о крещении, причащении и о благотворном действии этих таинств на человека, всюду имеется в виду только то, что человек приступает с полной верой, со страхом, раскаянием и в чистоте, не возвращаясь к прежним грехам. Толкование на Матфея 13, 31-32 Горчичное зерно означает проповедь и апостолов, которые объяли всю Вселенную, хотя их было и немного, так что на них почивают птицы небесные, то есть те, которые имеют легкий и парящий в высоту ум. Толкование на Матфея 13, 33 Некоторые под закваскую разумеют проповедь. Под тремя мерами три силы души – познавательную, чувствовательную и желательную, а под женою – душу, которая, скрывши проповедь во всех своих силах, смешивается таким образом с нею, заквашивается и освещается от нее. Комментарий Игнатия Лапкина Говоря о проповеди Евангелия, Иоанн Златоуст постоянно повторял, что он один ничего не успеет, если его прихожане, его слушатели не понесут дальше то, что они слышали в храме. Он умолял быть проповедниками всех, до последней женщины, до последнего раба. Он говорил, посмотрите, как двенадцать апостолов сумели заквасить, охватить проповедью всю вселенную. Признайтесь же, насколько худы мы, что если нас так много в одном городе, и город все еще ведет себя как языческий. И указывал, например, проповеди апостолов, которые объяли всю вселенную, перенося события из Константинополя в Россию, мы можем сказать, что проповедь Евангелия в России не стояла никогда на первом месте. Такую задачу не ставили ни патриархи, ни архиереи, ни священники. Перед революцией 1917 года в России было 1275 монастырей и 57 тысяч храмов. И оказалось, что это огромное силище умышленно закупоривалось в монастырские стены. Эта закваска не попадала в мир, и этот мир был заквашен другой закваской, безбожной агитацией людоедов. Сегодняшняя ситуация полностью до мельчайших деталей повторяет то время в России перед великой катастрофой. Патриарх проезжает по России в 2002 году, в рождественской своей речи, говоря о духовном состоянии России и Церкви, на первое место ставит строительство храмов, как признак возрождения духовности. Все же сектанты, самые экзотические ретики пытаются подражать апостолам в деле проповеди. Делом проповеди в мире занимаются все, кроме православных. Православие заквашивается только строительством храмов, исповедью и причастием и стремлением к власти. Мы же должны проникнуться до глубины сердца. Этой самой короткой притчи Христа о трех мерах муки, уши, сердце, руки. Услышал, поверил, исполнил. Без проповеди Евангелия, без первой меры муки, все остальное остается в прежнем состоянии. Мы должны учиться, воспитываясь на страницах Священного Писания, и подражать апостолам, которые с проповедью Евангелия облетали всю Вселенную, как на крыльях. Чтобы и наша проповедь, как и проповедь апостолов, объяла всю Вселенную. Толкование на Матфея 13.44 Когда проповедь и частное собеседование были устранены, то о нравственности прихожан пришлось забыть. Церковь перестала отличаться от мира. Проповедь Евангелия, веры Христовой, вот основное оружие в правой и левой руке Благовестника. То есть, Библию он держит раскрытой двумя руками. Одной рукой ее не раскроешь. 2 Коринфянам 6.7 Еще на подходе к званию пастыря, священника, архиерей обязан совершенно точно знать кандидата. И ни в коем случае не допускать до этого поста безгласного, безязыкового, пусть даже и высоконравственного. Главное оружие проповедника – это язык, чтобы он был как трость скорописца. Псалом 44.2 Если в церкви нет проповеди, она обречена на вымирание, на бесплодие, полное вырождение. Прихожане превращаются в суеверных, темных и злобных, завистливых и скупых. Где нет евангельской проповеди, там тлен и смрад, невежество и тупость. Где нет проповеди, там извращенные мысли, настоящее мракобесие. Только Слово Господне, вложенное во внимательные уши благословенным языком проповедника, рождает истинных чад в церкви сынов и дочерей Нева. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10.15 И как проповедовать, если не будут посланы, как написано. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Толкование на Матфея 13.45-46 И как обладающий жемчугом и часто держащий его в руке, сам знает, каким владеет богатством, а другие не знают, так и проповедь истинной веры сокрыта бывает от нерадивых и не хотящих искать ее. Комментарий Игнатия Лапкина Чтобы люди искали этот жемчуг истинную веру, необходимо проповедь. Живое Слово И одна часть семени все же должна дать плод, хотя три части могут погибнуть. Земля должна жаждать этого семени. Даже самая вдохновенная проповедь апостола оставляла бесчувственными многих его слушателей. Принять или не принять проповедь, искать или не искать жемчужину, Бог положил в произволение каждого человека. Людей нужно приучать к Слову Божию, установить его авторитет в первую очередь для самого проповедующего. Слова проповедника должны быть исполнены глубокой веры. Если человек не знает, что именно на этом поле, в этом месте зарыта жемчужина, то как он может приобретать это поле и тратиться впустую? Для каждого человека в Священном Писании есть какой-то ключевой золотой стих, через который Господь найдет его. Проповедующий должен молиться, чтобы Бог открыл, позволил нащупать это уязвимое место, через которое душа раскроется навстречу Иисусу, как это было у блаженного Августина, у святой Евдокии. Проповедник должен знать Священное Писание почти наизусть и каждому человеку указать, где зарыта его жемчужина. Комментарий Игнатия Лапкина на Матфея 14.34 Иоанн Златоуст, пользуясь этим местом Священного Писания о бесстрашии Иоанна Крестителя, обличающего тирана, говорит, что и ты можешь стать мучеником. Пойди и обличи беззаконника, стоящего у власти. Как пророк, предтеча не мог не знать характер Ирода. И вряд ли он надеялся на то, что деспот примет от него обличение и наставление. Но он пошел и лишился своей головы. Подобное случалось в истории Церкви Христовой не раз. Мы можем в этом ряду увидеть, что увидеть и мы узнаем героев веры, обличающих, стоящих у власти. Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Феодор Студит, Исаакий Далмасский, Метрополит Филипп и другие. Почему же нынешнее церковное правление патриархии не заботится о нравственности населения? Когда правители беззаконничают, никем не обличаемые, то ниже стоящие у власти и простой народ развращаются, привыкнув думать, что беззаконие не наказуемо. Вот недавний случай, о котором теперь знает практически весь мир. Как утверждают СМИ, вот что случилось с нынешним патриархом Алексием Вторым. Патриарха Алексия потрясло видение Феодосия Печерского. 28 октября у патриарха Всеруси Алексия Второго случился сердечный приступ. Врачи также подозревали микроинсульт. Ему стало плохо во время архипастерской поездки в Астраханскую епархию. Врачи успели оказать ему квалифицированную помощь и во вторник больного перевезли в Москву в ЦКБ. Представители СМИ моментально связали болезнь патриарха с переживаниями последних трагических событий в Москве. Однако мало кто знает, что в действительности послужило причиной удара. Информация о том, что на самом деле произошло в Астрахани с патриархом, пришла к нам из конфиденциального источника в окружении Алексия. Возможно, эти сведения прольют свет на истинные причины внезапного недомогания Алексия. Но кто в самом деле из знающих хладнокровность патриарха поверит в официальную версию? Вспомним, когда расстреливали Белый Дом в 1993 году. Редигер это перенес вполне спокойно, да и другие не менее драматические события он переживал совершенно безмятежно. В этот же раз, по словам нашего источника, истинной причиной приступа стало некое видение, посетившее и потрясшее патриарха. В том, что увидел Алексий, перед тем, как с ним случился удар, он признался нескольким лицам, окружавшим его. Вскоре после видения, за несколько часов, перед тем, как состояние его здоровья стало резко ухудшаться. При этом, более всего патриарха поразил сам сверхъестественный факт. Ибо, как утверждает источник, Алексий, несмотря на свой высокий церковный сам, воспринимает религию скорее как традицию и ритуал, нежели на самом деле хоть во что-то верит. Однако, в видении, неожиданно посетившим патриарха, явился некий благообразный старец в монашеском одеянии, назвавший себя игуменом Феодосием Печерским. Как известно, этот настоятель Киева-Печерского монастыря, живший в XI веке и стоявший у истоков православия на Руси, еще при жизни почитался верующими как чудотворец, а после смерти был признан святым. Святой Феодосий стоял прямо перед патриархом. В его светлых пронзительных глазах не было гнева, но был заметен жестокий укор. Алексий передал дословно то, что он услышал от старца игумена. Отпали от Бога ты и многие братья твои и к дьяволу припали, произнес святой. И правители Руси не правители уж суть, а кривители, и церковь потворствует им. И не стоять вам по правую руку от Христа, и ждет вас мука огненная. Скрежет зубовный страдания бесконечные, ащи не ополнитесь окаянные. Милость Господа нашего безгранична, но слишком долг для вас путь к спасению через искупление бесчисленных грехов ваших, а час ответа близок. После этих слов видение исчезло, оставив совершенно оцепеневшим Редигера, который никогда ничего подобного не испытывал, более того, всегда со скептицизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах. Вскоре после этого патриарху сделалось плохо. Те, кто оказывал ему первую помощь, утверждают, что больной едва слышно шифтал. Не может быть! Не может быть! Официальный диагноз, который поставили врачи в больнице, звучал. Гипертонический криз с элементами динамического нарушения мозгового кровообращения. Перед самым критическим обострением состоял нездоровье. Патриарх рассказывал о своем видении, пребывая в состоянии крайней подавленности. По версии источника, позже, немного придя в себя, патриарх заявил, что где у него были галлюцинации. Однако то, что он перед этим рассказывал о явлении Феодосия, нескольким людям свидетельствовало, что растерявшийся Алексий пытался найти опору в ком-то в минуту глубокого душевного оцепенения, в которое его ввергли слова Феодосия. По мнению источника, Алексий никогда не расскажет о видении никому более. Тем не менее, слова о том, что это был Феодосий Печерский, полузабытый святой русско-православной церкви, и другие детали, а также потрясения, которые испытал патриарх, говорят о том, что такой факт был. Конец цитаты. Обратим внимание на то, что святой говорил о потворстве церкви грехам правителя Руси, которых он именует кривителями. Иными словами, речь идет о тесной связи государственной и духовной власти в россиянии. Отметим также, что и сама судьба Редигера каким-то мистическим образом связана с нынешней политической системой. Он был возведен сам патриарха в конце перестройки, когда уже формировались очертания современной абсурдной россиянии. Когда Борис Ельцин уже вовсю заявил свои претензии на верховную власть. Патриарх жил вместе с режимом, возвышая вместе с его утверждением, а в самые критические для него моменты выступал как опора режима. Именно так было, например, в начале осени 1993 года, когда россиянская власть, казалось бы, держалась на волоске. Так не связана ли и нынешняя болезнь патриарха с очередным тяжелым для политической системы периодом? Как представляется, связь церкви и государства действительно носит мистический характер. Но от Бога ли она исходит в нынешней России? Агентство русской информации www.3wari.ru Это сообщение может быть истинным. Тогда остается только один вопрос. Почему это видение так запоздало явилось? По смыслу видений, какие были святым, здесь обязательно должны были звучать слова, которые слышали всегда святые, такие как Серафим Саровский. Что не просто отступили от Бога, но именно от Слова Его и Слово Божие заменили своими вымыслами. Или патриарх Редигер Дроздов недосказал виденное видение. Если же этого видения не было, а его просто придумали, сфабриковали не другие патриарха и православные церкви, то фабрикация сия более похожа на правду, чем сама правда. Неужели сам патриарх и сотоварищи не видят, во что превратилась организация, которой они столько лет руководят, которую называют православной церковью и московской патриархией? Абсолютное полное обмерщение. И нигде ни в чем церковь и мир не отличаются. Василий же Великий утверждает, что у верующих все иное. Не только духовная жизнь, но и одежда, и еда, и походка. Настолько иное и так отличается, как овца от волка, как голубь от ястреба. Неужели действительно Бог не может найти свободного в нашей жизни времени, не заваленного грехами, места жизни, через которые Он мог бы достучаться до нас и вынужден обращаться к нам только через видение и сновидение? Слово Божие предвидело это, побуждая во все дни и во все века искать связи с Богом, откровения от Него только через Слово Его и через молитву. Иеремии 23, 28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, «А у которого Мое Слово, тот пусть говорит Слово Мое верно». «Что общего у Мекины с чистым зерном?» – говорит Господь. Сегодня мы получаем сведения об одном видении якобы бывшим патриарху. Но завтра совершенно обратных видений будут тысячи, и все они будут подтверждаться и мироточением, и нетлением, и благоуханием, и все они могут быть от дьявола. Дух лжи наполняет не только этот мир, но и те места, где возносятся молитвы к Богу. Этот дух умеет вызывать доверие к себе, и этот дух находит поддержку и отклик от придержащих эту мирскую власть. Третья книга царств, 22-20-23. «И сказал Господь, «Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал прилицем Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я войду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». «И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Иеремии 5, 31. «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». «Что же вы будете делать после всего этого?» Иеремии 6, 13. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корости, и от пророка до священника все действуют лживо». Иеремии 23, 11. «Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их», говорит Господь. Михея 3, 11. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Сафония 3, 4. «Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон». Человек, который любит Библию и читает ее как Слово Божие, в этом видении патриарха ничего нового для себя не найдет, ибо Слово Божие постоянно говорит об этом. Любите Библию, которая даст в миллионы крат больше, чем любое видение. Господь близко. Описание этого случая с патриархом, бывшего или небывшего, дает надежду на то, что Бог сохранил неведомый нам остаток тех людей, которые не согласны с тем, что вытворяют деятели лжеправославия под вывеском Московской Патриархии. Конец четвертой части.